Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Знаете, что вам принесут, практически не спрашивая в ресторанчике, если вы сядете за стол в Испании? Если вы находитесь в северной ее части, то, скорее всего, это будет панкон томаты. Хлеб с томатами. Кусочек хлеба, поджаренный, и отдельно помидорку, или сразу же приправленный растертыми томатами или томатным соусом. Иногда туда добавляют чеснок. А если вы находитесь в южной части Испании, или на Коста-Бланке, где мы находимся сейчас, то это будет пан и олеоли. Олеоли – это испанский майонез, который традиционно делается из оливкового масла и чеснока. Чеснок мелко рубят, потом долго-долго толкут в ступки, добавляя понемногу оливковое масло. Если посмотреть рецепты, то люди, которые традиционно готовят олеоли и тратят на это уйму времени, говорят, что толочь чеснок, добавляя масло, нужно в течение часа, чтобы получить стакан этого соуса. В наши дни таких энтузиастов мало, я к ним тоже не отношусь. Я вам покажу сейчас один рецепт, который получил большое распространение здесь, в Испании. Так готовят очень многие испанцы этот соус. У этого рецепта есть некоторые вариации, я о них сейчас расскажу. Для приготовления олеоли этим способом нам понадобится погружной блендер, стакан для него, масло, чеснок и одно яйцо. Приступим. Чтобы получить приблизительно 3 четверти стакана этого соуса, нам понадобится 2 зубчика чеснока. Тут смотрите на свой вкус. Олеоли – это очень чесночный соус. И если вам не нравятся слишком резкие вкусы, то количество чеснока можно уменьшить. Но один крупный зубок нам просто обязательно. Я возьму 2. Этот соус отлично подходит, как заправка для салата. Этот соус отлично подходит к жареной рыбе. С этим соусом готовят рыбу, запекая ее в духовке, как у нас принято под майонезом делать, но здесь делают именно под лиоли. И причем, если добавлять туда яйцо, то он, в отличие от майонеза, в духовке не расслаивается, а собирается такой румяной корочкой. Возьмите на заметку, если вы любите производные от мяса по-французски. Чеснок я разрежу на несколько небольших кусочков, чтобы он легче и быстрее расходился в кружном блендере. В принципе, это делать не обязательно. Итак, вот чеснок, вот стакан. Чеснок мы перекладываем в стакан блендера. Туда же одно яйцо. Немного соли сразу. И, в отличие от обычного майонеза, сразу вбухиваем. Хорошо так масло. То есть сюда приблизительно у меня вот ушло добрых 200 граммов. А теперь все готовим. Оли-оли готов. Как и в случае с обычным майонезом, здесь важно использовать рафинированное оливковое масло. Нерафинированное можно добавлять понемногу, по чуть-чуть, только для вкуса, потому что оно тоже создает достаточно изрядную горечь. Смотрите, какой густоты. И потрясающего чесночного вкуса. Ну, сейчас традиционно кусочек поджаренного хлеба и оли-оли. Или, как правильно его называют, ойоли. Это особенности чтения на испанском языке. Время попробовать. Отлично. Мощнейший вкус чеснока и яркий. Никакого сравнения с обычным майонезом. Настоятельно вам рекомендую попробовать. Он хорош сам по себе. Если его использовать в качестве заправки для салата, это будет просто бомба. Только в такой салат тоже, естественно, чеснока добавлять не надо. Ну и просто его можно есть с хлебом. Правда, это очень быстро скажется на ваших боках. Итак, на сегодня наш рецепт закончен. Хотя нет, я же главное не сказал. Еще, если вы хотите получить более легкий соус, более воздушный, сюда можно добавлять молоко. Приблизительно в соотношении один к одному с маслом. Тоже вариант. Еще можно сюда добавить острого перца. Красного острого перца обычно добавляют. Только такого, знаете, я же вырви глаз что был. Тоже получается ураган. Вообще, это основа. В базе здесь масло и чеснок. Ну и, естественно, соль. Испанцы для того, чтобы ускорить процесс приготовления, добавили яйцо. И добавляет каждый на свой вкус кто во что гораст. Попробуйте и вы. На сегодня это уже все. На этом я с вами прощаюсь. Новым зрителям напоминаю, загляните вот сюда. Здесь ролик специально для вас. Там я рассказываю, где еще можно посмотреть рецепты кулинарной пропаганды. Уже не видеорецепты, а в тексте с фотографиями. Эта же информация есть в описании видео. Заглядывайте. Подписывайтесь в инстаграме. Я туда фоточки непосредственно с рабочего своего стола пощу. Бывает интересно посмотреть, я надеюсь. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!